всем здравствуйте с вами на связи лень и я приветствую вас на своем канале вы уже видели тему сегодняшнего нашего расклада как ни странно на днях я просматривала свой плейлист по саморазвитию и я увидела что оказывается это будет уже по моему второй либо третий год когда чисто интуитивно мне хочется делать такой раскат а получается как ну уже какая-то некая такая закономерность прежде чем я сегодня у нас быть небольшое вступление может большой не знаю если вы хотите перемотать сразу поставить на свою позицию тайм-коды есть под этим видео но я украду вас немножечко времени и скажу вот что если вы не знаете то в начале каждого моего ролика после заставки да когда я вас приветствую верхнем правом углу так как вы смотрите всегда всплывает подсказка о чем эта подсказка да то есть вы на нее нажимаете вас перебрасывает на конкретный ролик эти подсказки они имеют отношения да то есть это расклады не имеют отношения к тому ролику который вы видите сейчас поскольку у меня на канале нет схожих тем то есть название скорее всего я не то таролы которая делаю одни и те же расклады да там с периодичностью чтобы отследить рост либо еще что-то у меня тема не постоянно разные они могут иметь что-то общее да но как правило название и вообще тема они разные поэтому вот эти вот подсказки которые всплывают так чисто для информации вам говорю у меня может быть у коллег у торологов если вы смотрите на канале на ютюбе они как раз таки для этого чтобы вас перебросили на другой расклад который имеет непосредственно эти отношения к раскладу который вы будете сегодня смотреть это вот такая вот небольшая информация теперь вы можете перематывать если не хотите слушать то что я хочу сказать о чем это будет подсказка до которая всплывет дело в том что на днях я раскрыла сама себя кто подписан на меня на из в инстаграме знает я сделал открытие самой себя в этом году дело в том что когда я записываю расклады я их потом пересматриваю с точки зрения монтажа потому что я свои ролики монтирую самостоятельно там вставляю заставку отрезаю но чисто технические такие моменты и поэтому я не выдавлю не вдову не вдаваюсь на к не помню как правильно в то то есть я не прислушиваюсь к тому что я говорю непосредственно рассказе мне интересно а техническая сторона да насколько свет там не правильный да насколько звук подходящий или нет то есть я обращаю очень на многие вещи на многие детали при монтаже для того чтобы и улучшить себя непосредственно да я наблюдаю за своей мимикой так далее так далее но еще много таких технических моментов но никогда не прислушиваюсь именно к сути того о чем я говорю и показатель качества меня для меня самой это когда я нахожусь сфокусированном таком состоянии на как мы любим говорить тарологи в потоке и результат этого потока то что выйдя из него я не помню то о чем я говорила но вот это для меня показатель именно для меня то что расклад был проделан действительно серьезно и я смогла углубиться и он не субъективный я старалась вот именно в потоке что идет то я говорю да то есть если у меня потом как говорится память отшибла я не помню о чем я говорила вот это значит для меня показатель ну вот хорошего такого погружения непосредственно в расклад и к чему я это все говорю и вот недавно значит я не знаю как так случилось возможно потому что я думаю написать пост о том как прошел мой год на подвести свои итоги для себя я подвела но хотелось бы поделиться и с подписчиками на в инстаграме я увидела в общем свой расклад на 2020 год которым есть по-сказки где я говорила об энергиях этого года и трех важных ну ситуации да либо я уже не помню как там тема была то что мне ожидает вот и знаете это было очень удивительно очень смешно почему потому что я попала на свой расклад то есть я умножала думаю причем я вас поставила не с точки зрения себя как я передаю информацию с точки зрения слушателя его значит я включаю этот расклад и сама себе говорю да как слушатель уже ну-ка покажи нам что ты там умеешь дать что-то там за чушь сейчас будешь говорить в принципе то что обычно думают некоторые слушатели это было очень забавно почему потому что я была не в позиции того кто записывает рассказ а именно в позиции того слушателя думаю а сейчас опять какой-нибудь чепуху будет мог я не знаю почему меня так получилось чисто по наите выбираю значит для себя оппозицию определенную и начиная слышать у меня отваливается челюсть прямом смысле я была удивлена тому что я говорила почему потому что это было настолько точно я не люблю делать предсказательные расклады вы это знаете больше аналитику но я удивилась как-то и я так еще поставила на паузу думаю не не может быть да ну просто какой-то прикол чистое совпадение то есть вы понимаете я смотрю себя на свой расклад и я понимаю что это это совпадение этого не может быть да причем когда я читаю ваши комментарии вы говорите там совпадение или как такое может быть это общий расклад а у меня совпало ну то есть я это воспринимаю нормально я оказалась в этой позиции и я сижу и знаете какая у меня мысль появилась не поверить мысль о том что были ну конечно это было с фольклором русским звучало они просто блин как это глубоко а потом я сама сидела и смеялся над собой потому что я опять вспоминаю ваши комментарии когда вы говорите селени очень глубокий расклад и все такое в общем я начинаю на впечатлениях писать своей коллеги не знаю как можно сказать в общем одной ведьмечке говоря о том что блин а вот смотри мы проводили чистку вот она в день вот здесь вот проигрывается и вот то что я говорю она так и есть вот это оказывается так глубоко на что мне человек пишет у тебя все расклады глубокие успокойся что-то так реагирует вот для меня это было большим открытием и это я вам делюсь с достаточно так эмоционально потому что это было эмоционально для меня это было очень забавно это было очень весело и для себя я получила знаете с одной стороны подтверждение что то что говорю это действительно так а не потому что знаете я не верю 2 я не верю свои способности нет здесь вот прям стопроцентная уверенность а про то что знаете вот когда вот вспоминайте мультик золы сказку золушка да а фильм когда этот паш выходит и говорит я не волшебник да я только учусь и он гоп там и совершил какое-то чудо вот я была в таком же состоянии да то есть с одной стороны ты это пропагандируешь с одной стороны ты про это говоришь ты в это веришь да а тут у меня было знаете такое ощущение как будто бы я поверила в свое волшебство то есть значит знаете вот что-то сотворили и сами удивились что сделали вот у меня что-то такое было вот это было очень удивительно и я просила краски в инстаграм у своих подписчиков но не не сделали люди и я конечно осуждать их не будут вот в общем если вам будет интересно вы посмотрите подсказку именно тот ролик а где я говорила о двух тысяч двадцатом годе да как он вас пройдет какие будут энергии и какие важные ситуации скорее всего произойдут вашей жизни если вам будет интересно посмотрите оставьте там свой комментарий то есть что не то чтобы что сбылось а что случилось скорее всего да либо нет вот ну в общем если будет интересно вот такого вступления я сделал для себя сделал открытие саму себя да это очень забавно да вот прям вы знаете у меня в жизни все так я наблюдаю с собой со стороны и на многие свои поступки действия анализ этот год двадцатый он был для многих сложным кроме того что двадцатый год это двадцатый аркан это высший суд это глубокая переоценка ценности это перерождение чтобы нам мы переродились нам нужно от очень многого отказаться в своей жизни и вот двадцатый год он был для меня годом внутренней проработки внешне это были минимальные действия ощущение того что я была спящей красавицы ничего практически не происходило моей жизни но внутренне были такие глубочайшие проработки я знаю что вот 21 год он покажет мне даст результат это к тому что иногда вы пишете в комментариях я работаю работу трансформируюсь и ничего не вижу вот я вам могу сказать что весь двадцатый год я не видела ни одного своего результата а поверьте меня работала над собой очень много я скрыла такие глубокие страхи наконец-таки какие-то вещи я приняла в себе наконец-таки я целый год работала над над тем что отрезала если так можно сказать до своей привязки к прошлым партнером с которым уже давно давно не общаемся но если они всплывают моей голове если они всплывают как воспоминания да то есть я их еще прокручиваю значит еще этот сценарий не завершён вот весь двадцатый год мне приходилось заканчивать то что уже по факту там материальном мире уже завершено но на астральном уровне и на ментальном а точка не была поставлена и вот мне приходилось с этим вот работать поэтому этот год он был тяжелый в контексте внутренней скорее всего проработки нежели внешне и вот поэтому сегодня я мы подходим уже к раскладу я хотела бы сделать именно итог подвести итог 20 года чего вы научились конечно же есть у меня еще один расклад на первые полгода я всегда так делаю чему вы научились за первые полгода а вот тут тоже можете найти в плейлисте для тех кто не знает как попасть в этот плейлист и какие там вообще расклады есть элементарно под видео в нижнем правом углу есть моя фотография и имя и фамилия нажимаете туда вас перебрасывает на главную страничку моего канала и там в верхнем ряду на у нас идет главное видео и потом плейлисты нажимаете на плейлисты и у вас есть варианты плейлистов которые есть на канале выбираете соответственный и смотрите да мне плейлист они разделены по тематике есть плейлисты о финансах и работе по саморазвитию детско-родительские сценарии и есть несколько раскладов по отношению был период когда меня просили и об этом дело вот но есть еще и другие ноты если касательно таро и так вот такое вступление мы приступим несете у нас будет три позиции чтобы подвести итог как разки как было в тот раз значит красный камешек зелененький и голубенький первая вторая третья позиции я не не подготовила для себя вопросы для расклада а это значит что все позиции они будут возможно разные то есть вопрос который я буду задавать разные из контекста того что мы будем делать в раскладе да а мы посмотрим чему мы научились какие сценарии мы проработали да какие энергии у нас появились возможно я не знаю а дальше вот все ну в потоке как пойдет так пойдет поэтому сегодня я не думаю что распад будет одинаковые вот прямо по всем трем позициям я имею ввиду вопросы будут одинаковые и еще один такой момент для тех кто не знает я на своем канале не вытягиваю карту совета вот на это у меня есть свое объяснение кому интересно значит когда вы уже будете смотреть этот расклад а нет в пятницу да он выйдет значит в пятницу вот а в пятницу вечером у нас будет эфир так кому интересно приходите в пятницу ну то есть тогда когда вы будете смотреть этот расклад на вечером на эфир в 21 по москве я вам смогу ответить там на этот вопрос если вам интересно ли мне его зададите и так надеюсь время дала нам на выбор и так первая позиция и красный камешек первый вопрос мы зададим на тару темного света с чем с чем вы заканчиваете 2020 год знаете здесь ощущение того что некой усталости вот двадцатый год для вас заканчивается да блин карта некой усталостью и возможно нет некими такими размышлениями то есть на данный момент вы не действовать вы не совершаете вы не ну каких-то действий да вы не планируете вы год завершаете в таком знаете состоянии неком накопительства удержать бы то что я имею сейчас это возможно будет даже не то что вы наработали до либо наоборот что-то новое приобрели а вот эти я бы сказала вы находитесь в каких-то раздумьях да а некой стабильности то есть как дальше будет ваша жизнь развиваться здесь есть такое знаете ощущение как будто бы вы немножко изнутаны да ну вот устали и я уже ничего не хочу да вот как знаете бывают такие моменты когда допускай уже будет как говорится хлеб с маслом я уже не претендую там на сыр ветчину и так далее и так далее да лишь бы меня оставили в покое здесь ощущение того что вы очень много трудились это может быть и физическая нагрузка это может быть и психологическое в течение всего года но ощущение усталости именно от проделанной работы да когда знаете вот сталкиваетесь с такими ситуациями а это забрали это потерял с этим как-то не сошлись характерами здесь что-то не получилось и такое ощущение вот что все вместе все вместе и вот знаете бывает пришла ситуация да я начинаю ее решать и вроде бы хорошо как-то вот ну встроена свою колею да дальше все будет хорошо и тут какая-то новая и ты вроде бы одну еще как-то вот только встал на рельсы да а тут еще и после 2 сразу и 3 4 и ты находишь такое состояние блина за что браться за что браться что решать то есть все разом навалилась я уже не знаю а стоит ли вообще нафиг все разгребать или бросить и уйти то есть дайте вот такое вот состояние беспомощности не потому что нету ресурсов не потому что нету энергии а потому что все разом и а происходит некая такая расфокусировка я не знаю на чем сконцентрироваться и поэтому мне не хватает идет распыление мне не хватает энергии а на то чтобы все решать вот если бы это было поступательно и поочередно туда было бы хорошо а тут все разом навалилась причем какая-то ситуация знаете может быть она по справедливости идет именно из прошлого до когда знаете нужно было в свое время что-то чего-то отказаться а вы не не знаю может быть пожадничали может быть были не готовы у каждого свои могут быть причины но вы это не сделали и вот сейчас как будто вы знаете не то чтобы насильственно но резко пришлось расплатиться за это это может быть знаете как то вот есть какой-то долг да и вы его должны были свое время надать а потом как-то либо замотались либо подумали а это мой знакомый человек ничего страшного я ему там через неделю дамы еще что-то может быть в банке как-то должны были и а проценты пошли шли вы как-то вот не обращали на это внимание потом губ неожиданно пришел какой там счет и там обалденный вы а где же я найду деньги да вам говорит а нам какая разница надо было вовремя платить вот что-то такое да я пример привожу вы уж там на себя переводите это может быть разные ситуации я энергии описываю вот на данный момент с чем еще вот здесь знаете здесь такое ощущение что вот у вас уже как-то стабилизировались ваши желания по поводу материального мир то есть вы находитесь сейчас в некой стагнации она ну то есть ничего не происходит некая такая стабильность потому что идет перерождение идет перерождение я говорю здесь что-то произошло в двадцатом году когда вам пришлось вынуждена отказаться от чего-то либо это был естественное завершение чего-то но именно естественно и то что новое появляется да она ну либо появилась она связана с тем что вот отсекалась от вас вся ненужная шелуха для того чтобы вы пришли как-то знаете более гармоничному более комфортному для вас состоянию души здесь идет ощущение когда вы держитесь за что-то что давно надо было отпустить я не знаю такое например ну лежат какие-то вещи допустим в гараже уже давно надо было выбросить до почистить этот гараж а вот как-то ну жаба мучает до жалко может быть это какие там я не знаю может быть фотографии уже давно надо было их ну удалить выбросить и жалко потому что это есть какие-то воспоминания но при этом мы не даем себе отчет с точки зрения энергетики что на поддержание сохранения вот этого всего уходит наша энергия почему потому что если этот предмет а вы им не пользуетесь него пыль садится и вот это вот надо постоянно вытирать это пыль то есть вкладывать туда свою энергию для того чтобы поддерживать этот предмет то есть точки зрения энергетики это не есть хорошо она идет откачка отсос вашей энергии а пользы от этого предмета от этой вещи никакого нет и поэтому вот здесь вот произошла такая знаете либо естественное какое-то отмирание вот этих вот вещей ситуации людей для того чтобы вы стали знаете вот как просто вздохнули да здесь вот ощущение такое что как будто вас кто-то может быть даже запугивал очень долгое время вот может быть какая-то ситуация может быть какой-то человек и говорил ну я не знаю допустим есть мы разведемся я заберу тебя детей и вот вы очень боялись чтобы не а потом знаете вот как-то устали бояться устали бояться и появилось такое знаете вот желание да забирай ты блин ну если ты лучше будешь меня воспитывать забирали и твоя ответственность а я буду жить свои удовольствия и вот когда вы себе вот это вот разрешили не бояться вот что-то очень важное произошло и вы вдохнули полной грудью вот здесь вот про это да про про эту гармонию идет речь про принятие когда вы перестали внутри себя бороться когда вы ощутили вот это вот внутреннее какое-то знаете вот успокоение почему потому что даже на любую борьбу на любое сопротивление внутри себя вы также тратите энергию как вне так и внутри вас и вам не дает спокойствие это знаете очень похоже на то ощущение когда вы хотите прилечь немножко отдохнуть а в голове крутится мысль о том что блин надо еще сготовить надо еще убраться и вот казалось бы ты ты лег да ты легла отдыхать уже отдохни 5-10 минут потом пойдешь делать свои дела нет но вот в этот момент вот эти вот мысли они крутятся не дают спокойствие то есть ты не отдыхаешь и то же время и дело не ешь вот здесь вот что-то такое вот у вас аналогичное происходило да как будто вы год завершать как я уже сказала да в некого и такой перерыве что ли отдыхе от всех тех дел ситуации которые у вас происходили в этом году я посмотрю три важных ситуации которые у вас произошли именно с точки зрения энергетики да потому что я не могу конкретно описывать потому что людей много конкретно описано то есть вас не может быть у всех одинаковые ситуации но у вас у всех могут быть схожие состояния вам их легче примерять на себя вот и смотреть то есть какие ситуации у вас произошли и потом мы посмотрим чему вы научились здесь ситуация знаете была такая когда был период и вы хотели отстраниться вообще от материального мира да может быть кто-то ушел в изучение чего-то да может быть кто-то знаете находил вот выход от каких-то сложных ситуаций через познание себя через углубление в себя какие-то свои ситуации состояния кто-то разбирался непосредственно с собой да то чем вы наполнены то есть вот здесь вот поглощением высшими силами а она у вас присутствовал то есть знаете вот именно отдаление от материального мира и больше уход именно в ментальный то есть в рассуждение в пересмотр в какой-то вот мыслительный процесс да может быть кто-то что-то и узнавал для себя новое это была одна ситуация то есть вы через энергетический мир да вот именно через я не хочу говорить духовность мне не нравится вот эти вот все слова но чтобы вам было понятно вот через вот этот вот духовный мир да вы как будто бы находили какое-то объяснение понимание того что с вами происходит один момент значит вторая ситуация она как раз ки а пересекается с первым то что вам нужно было пересмотреть свой взгляд да то есть у вас был какой-то проблемный взгляд на мир здесь карта так называется проблемный когда эти проблемы сложности да они у вас накопились внутри но год такой знаете было ощущение что вам прилетала бумерангом по заслугам то что вы когда-то давно делали это не обязательно что это что-то плохое а это то что когда вы раньше что-то сеяли может быть что-то не завершили да может быть что-то оставили на полпути вот в этом году нужно было это все завершать и вот эти вот все ситуации для завершения они у вас одновременно всплывали и вам это виделось как некая проблема его задача была как раз таки то есть если вы ощущаете что у вас в жизни очень много проблем вы на все смотрите с точки зрения проблематики потому что вы этим наполнены вы являетесь этой призмы и смотрите на мир через призму собственного взгляда и вот вам весь год казался что он был каким-то вот проблематичным да и задача заключалась в том что то есть вот эти вот ситуации помимо того что вы должны были завершить отдавать вот эти вот все долги всевозможные до прошлом по новой смотреть на эти ситуации для чего по новой для того чтобы сеять на будущее то есть урок заключался в том чтобы вы пересмотрели свое отношение к жизни как только вы его пересматриваете вы начинаете сеять семена на завтра послезавтра и на будущее а вы вот этот год у меня по ощущениям где-то примерно полгода может быть до конца даже лета было ощущение того что проблемы за проблемой сложности вы смотрели все через вот эти трудности и потом вашей жизни появилась вот какое-то знаете некое озарение что а может быть что-то я не праве то есть вы как будто бы задумались над собой может быть я что-то делаю не так может быть я сею не те семена и вот эти вот размышления они включили вас новый взгляд на мир то есть вы стали смотреть по другим ракурсом на свою жизнь с точки зрения проблематики да и сразу выпадает карта радости то есть и вы как будто бы увидели новые возможности да это вот осень до ближе вот к зиме где-то там вторая половина октября и дальше то есть уже ближе к концу года у вас стало вот это вот во-первых разгрузилась ситуация вот этого проблематично которая у вас была да и у вас появилась вот это вот ощущение того что ну как будто бы просвет появился да пусть я даже не могу все и все задачи решить но хотя бы у меня есть понимание как я к этому могу пройти да то есть вопрос времени но у вас уже появилось понимание потому что где-то вы что-то пересмотрели где-то возможно у вас появились новые знания которые немножко сдвинули вас именно расширили немножко ваше сознание вы смогли посмотреть иначе на какую-то ситуацию опять-таки в контексте того что возможно кто-то как-то взаимодействовал с высшими силами это может быть все что угодно то есть не обязательно какие-то практики да кто-то может быть просто медитировал кто-то читал книги которые помогали ему взглянуть на мир иначе кто-то молился кто как умеет да здесь вопрос не в том какая практика более эффективная а какая нет вопрос именно в состоянии в каком вы находитесь когда вы решаете эту задачу состояние важно и главное и вот здесь вот у вас появляется радость непосредственно да что вот вы смогли да вы смогли как-то знаете вот радость она знаете отчего вас когда вы преодолеваете что тогда вы начинаете себя больше уважает то есть да я я смог я смогла у меня получилось я молодец и вот это вот внутреннее ваше удовлетворение самим собой что что-то вы сделали правильно что вы проработали на единички у меня всегда про бунт и контроль как будто бы специально карты вытаскиваю вы проработали вот я говорила да про бунт и ранее выше я говорила про внутреннюю гармонию вот это знаете подавленные какие-то не проявленные ваши эмоции это было связано с тем что вы внутри себя осознавали какой-то свой потенциал да на что вы способны но вы не могли найти ему применение а поскольку энергии было много в эту энергию чтобы она вас не разрушала вы ее расплескивали как раз таки на то чтобы удерживать что-то старое это сливали энергию проще говоря потому что если бы вы это не делали да то вы бы себя как будто бы ну разрушили вот либо у вас проявлялась проявлялся вот этот вот бунт некая такая агрессия когда меня все раздражает когда меня все бесит только потому что я не могу проявить вот эту вот энергию до направить ее в нужное русло и мне приходится ее подавлять чем больше я что-то в себе подавляет тем больше это сопротивляется и вот вызывает у меня вот эту вот внутреннюю агрессию то есть меня ничего не удовлетворяет на самом деле это очень такая знаете вот позитивная карта 2 она может означать пятерку мечей которая говорит о том что смысл был заключался в том что нужно было как раз таки отрезать отрезать то что уже не работает и вот это вот сопротивление да а ну как будто бы вас мотивирует на какое-то движение то есть с одной стороны вам показывает что уже не работает но пока до вас не доходит вот нет вот это вот осознание а как это можно изменить и вот если внутри вас появляется вот это вот ощущение некого бунта сопротивления это показатель того что указывает то что уже а отмерло то что уже отжило то что нужно отсечь и невозможно отсечь с мягким сердцем так милосердно давай я от этого откажусь нет должно быть все резко больно и жестко потому что иначе этого не может быть и вы вот очень много работали над тем что отсекали как будто знаете вот от души отрезали от себя отрезали это было болезненно это было очень болезненно все даже могу посмотреть какая ситуация вот чтобы там отрезали от себя но это должно было бы да и вот прям вот карта смотрите метафорической до карта прошлое когда девушка пишет вот это вот письмо и отправляй да и она смотрит вот по реке ну отставляет какое-то прошлое от себя вы отрезали работали очень много над над своим внутренним ребенком да если вы смотрели расклады весь год да то я могу предположить на моем канале что вас цепляли расклады непосредственно связано с детскородительскими сценариями да то что вы переняли и возможно вы много работали и вот здесь именно над своим внутренним ребенком но если даже не смотрели расклады то здесь контекст того что прорабатывали именно детско-родительские сценарии чтобы переняли над своим внутренним ребенком посмотрите прям карты какие красивы как карт вы погружались внутрь себя то что в принципе я и говорила ранее да вот эти все свои болезненные ситуации прорабатывали для того чтобы кто-то может быть знаете реализовывал какие-то свои мечты да а пегас у нас говорит а мечта говорят о некой такой свободе да причем здесь желание вот прям контекст идет да как будто бы девушка вытащила из себя на вот и вот взяла вот здесь вот вытащил да вот этого вот пегаса как будто бы вот свою душу выпустить на свободу что-то вы хотели выпусть вот это утащение свободы высвободиться да может быть кто-то и высвобождал что-то это могут быть отношения это могут быть внутренние какие-то желание да вот я говорил втащение того чтобы как будто бы себе разрешили хочу я ругаться да буду я ругаться хочу я быть плохим человеком да буду в конце концов я никому ничем не обязан и вот как только вы себе разрешили это не показать того что вы сразу пошли с мечом головы все срубать нет а вы внутри себя почувствовали иначе да вот ваша какая-то сила высвободилась с того момента как вы себе разрешили и вы проработали контроль да то есть вот здесь вот как раз идет вот это вот отпускание когда мы разрушаем формы формы могут быть любые да это могут быть даже и ограничения вот когда мы это отпускаем у нас высвобождается мощная сила то есть когда сила сама по себе она не направлена ни на что она просто существует и когда мы ее ограничиваем мы ее должны на что-то направить если мы ее ни на что не направляем то она вот краски вызывает вот этот вот бунда разрушения стоит нам убрать эти рамки она как будто бы высвобождается да это вот ну представьте бассейн воздушный бассейн да ну дувной стоит только сдуть его и вот вода начинает рассекаться по всей окружности вот здесь примерно про тоже у вас пришло понимание что я как будто бы знаете вот чувство усталости она с этим связаны я устала сопротивляться я устала бороться я устала все контролирует горе но синим пламенем пускай будет как будет и все и вот вы как будто бы отпускаетесь момента когда вы отпускаете вот этот вот контроль да нечто большее выше вас высшие силы да то что мы говорили они берут условно говоря этот контроль в свои руки и вы вот то что через призму того что вы смотрите смотрели раньше через проблему данный мир вы стали иначе смотреть на мир в каком контексте в контексте того что вы передали свою ответственность высшим силам пусть будет как будет и тогда вы смогли увидеть возможности потому что до тех пор пока вы смотрели туннельно да вот так вот ограничено у вас были шоры на глазах вы видели только то что вы хотели стоило только убрать эти шторы вы стали видеть боковым зрением те возможности которые раньше вы ни при каких бы условиях не увидели вот это вот и есть когда вы передаете ответственность высшим силам не то что они вам дают возможности они вам показывают нечто другое а это вы себе разрешаете увидеть нечто иное из того что вы могли видеть ранее и это вот вы проработали контроль и бунт весь год у меня этой колоде по первой позиции выходил контроль и бунт давайте я посмотрю кем вы стали в конечном итоге чему вы научились но вы вы много работали да вы многие много работали много работали именно над собой под верховной жрицы много работали над своими знаниями что-то создавали где-то вы расширялись где-то наоборот углублялись в себя понимали себя вот именно через соединение до себя с высшими силами чему вы еще научились получать удовольствие вот это вот самое главное получать удовольствие от жизни да вы научились ставить себя на первое место конечно же если вы отпустили контроль вам уже не нужно контролировать других и для вас уже авторитетом стали вы сами и это дало вам наслаждение во-первых вы стали слышать больше себя свою душу то что вы хотите знаете вы здесь в какой-то момент развитие для вас она была слишком сложным может быть даже коммуникации общения для вас было сложно вы приняли решение уйти от этого все оставить и сразу знаете вот столкнулись с какими-то проблемами именно земного порядка это может быть материальный может быть как-то со здоровьем вам пришлось над этим работать то есть здесь пришлось очень много кто-то может быть свое здоровье вы станут выговора восстанавливал на какие-то кризисы были психологические срывы я могу предположить то есть не какие-то серьезные заболевания вот именно неожиданные срывы какие-то а может здесь кто-то долгое время лечился но однозначно здесь нужно было весь год терпение терпение потому что все было очень медленно к чему вы пришли вы пришли к внутреннему примирению к тому что после знаете вот какого-то уединения и пересмотра не не ценности а вот именно того что вы знаете и как вы это можете применить на практике у вас расширились возможности конечном итоге вы пришли именно к тому что вы плотно стоите на ногах я не говорю о том что у вас все может быть хорошо с финансами потому что много людей смотрит на девятка педакли она говорит о том что вы ставите себя на первое место и вам в принципе все достаточно вам все хорошо а потому что девятки у нас всегда говорят о неком таком знаете как и по отшельнику а отстранению да то есть я оставлю себя на первое место у меня все хорошо меня все удовлетворяет то есть мне всего достаточно и здесь вот мне это чисто субъективное с вашей точки зрения как вы посчитаете так она и есть а давайте посмотрим чем вы войдете в 21 год у вас появится желание двигаться вас появится желание знаете каких-то чувственных аспектов желания уже идти к своей цели но достаточно мягко только знаете вот не так как на пролом да я хочу я это получу нет а вы входите уже как-то более мудро что ли с каким-то пониманием того что вы как будто бы управляете своей жизнью вы стали тем человеком который однозначно не будет показывать своих каких-то проблем сложностей но при этом вы хотите чтобы вас уважали то есть не относились к вам что как-то вот так вот поверхностно что а чё ты знаешь в этой жизни у тебя все так хорошо потому что вы это транслируете что у вас все хорошо то есть вы скрываете за ширмой никого такого позитива свои какие-то глубокие переживания сознания но при этом вот вы вновь в новый год в 21 войдете в таком позитивном настрое войдете в желании светить в желании как-то знаете вот общаться общаться на равных в желании как-то радоваться и получать удовольствие от того на чем вы долгое время работали если для кого-то актуально создание пары именно того человека который будет вам соответствовать и будет похож на вас на ну мне кажется достаточно да по первой позиции мы сказали то есть основные моменты мы высветили то чему вы научились и что вы проработали вот и в новом году я постараюсь сделать такой расклад опять-таки с энергиями на 21 год и какие ну каких три важных может быть значимых событий ситуация с вами произойдет это у нас была первая позиция и так мы переходим позицию номер два и зелененькому камешку что мы смотрим ну а первых чем вы завершаете этот год так завершаете вы с тем что находитесь в каких-то раздумьях а именно по ситуации которые вы считаете что во первых вы ее сами создали так или иначе каким-то образом но вы хотели бы найти ее разрешение то есть на данный момент вы находит ситуации безвыходности да в ситуации когда ничего не происходит ситуации когда вы ощущаете себя что есть внешние факторы которые вас ограничивают возможно даже это и коронавирус на то есть здесь вот как будто бы вас связаны руки ноги и вы чувствуете себя какого каким-то знаете вот беспомощным что вот я никак не могу повлиять на эту ситуацию да и вам ничего не остается как думать и размышлять над какими-то вещами но вы смотрите в сторону рождение чего-то нового до сторону какого-то разрешения в сторону какой-то возможности но здесь присутствует какой-то самообман ваш касательно непосредственно семей с чем он связан знаете именно по либо кому важно да кому актуально создание семьи то есть это может быть такая ситуация когда вы вроде бы хотите но сами себе говорите что вот сейчас возможно у меня нету денег возможно обстоятельства не такие я не могу как-то создать непосредственно семью и в этом заключается по факту какой-то вот самообман да то есть вы придумываете себе на того чего нет либо если это не касательно тема семьи то это касательно какого-то вашего развития либо же расширение да как каких-то ваших возможностей когда вы будете чувствовать вот себя наполненным да то есть как будто бы вы не верите уже в то что вообще реально себя ощутить счастливым человеком вот давайте так скажем когда все мне хорошо когда радостно то есть и в этом есть какой-то обман то есть знаете здесь чем связано как будто бы вы это себе придумываете чтобы объяснить вот этот вот свое свою позицию бездействия на что я сейчас не могу действовать и из-за этого у меня нету того чего я желаю до того нужного мне состояние только потому что я не могу сейчас действовать и не исключу что так она и и возможно и есть но если выпадает семерка мечей она в любом случае говорит о некой такой хитрости и в конечном итоге о самообмане в контексте того что возможно туда когда вы хотите пойти у вас есть все возможности но вы их пока не видите либо не хотите их видеть потому что старыми методами не получится и вам так или иначе нужно будет меняться а вот из-за того чтобы не хотите меняться либо нет готовности либо не знаете когда вы этого не делаете его здесь в таком контексте у нас как раз как проигрывается самобман то есть решение есть выход есть вы его может быть не видите по какой причине это уже второй вопрос не хотите не готовы не желаете не можете не знаете то есть чтобы вы не ответили на этот вопрос да во всем есть выход не знаете научитесь не можете попробуйте то есть но здесь много ответов а может быть но конечном итоге вы находитесь в таком состоянии и вот именно внутренней борьбе внутренней борьбе когда вы знаете как будто бы хотите получить но тем способом которым вы хотите получить то что вам нужно вам либо не дают и потому что это возможно не самое лучшее для вас решение да либо вы не готовы то есть вы слишком знаете как-то вот уперто вот я хочу это получить и все и мне не важно но это может быть все что угодно ваше желание может быть связано семьей может быть с финансами может быть реализации чего-то вот вы идете на пролом да вы ей готовы любой ценой одержать победу почему потому что вы так хотите да и вам кажется что это самый ну вот единственный оптимальный способ вам как раз и показывает что это не самый лучший способ и поэтому вас ограничивают видимо есть какие-то ситуации которые вам не дают получить то что вам кажется сейчас на данный момент что это важно что это ценно что может быть но мне почему-то здесь проигрывается тема именно родительская возможно кто-то из вас хочет иметь детей и вот прям хочу хочу знаете здесь именно одержимость не в контексте вот я этого хочу да возможно сейчас ситуация вам говорится что не знаю либо партнера нет либо партнер который есть неподходящий ну вот ситуация возможно неподходящая но здесь вот именно желание да я хочу и я это получу это один из вариантов другой вариант может быть именно желание того что я хочу просто радоваться жизни да ну вот просто меня все достало меня все бесит я уже от всего я от всех устала дайте мне рада жизни и и вам говорят что вот это вот состояние радости жизни да то есть ваше желание это получить она может быть и позитивная она может быть и правильная но то как вы это желаете она не совсем возможно корректно то есть к этому нужно прийти иначе другим путем вот что вам говорят не то что вас хотят лишить этой радости а вам говорят о том что вы это пока не можете получить вы не можете войти в то новое в которое вы хотите если вы потому что сейчас во первых у вас нету тех ресурсов нету того нужного вам необходимого состояния нету тех вибрации чтобы заметить те возможности которые вам необходимы по причине того что вам нужно разрушить очень много своих каких-то страхов вам нужно перейти найти вы для того чтобы порадоваться да какое-то такое ощущение в вашем случае что должны это заслужить а заслужить не то что вот как-то жертвы чем-то должны нет и либо у вас забрать что должны нет а вы внутри себя должны вот как-то знаете перейти какой-то порог это вот когда вы бежите по финишной прямой и в конце на финише есть вот это вот ленточка да которую вы своей груди вот так как разрываете да условно говоря до показатель того что вот вы достигли той финишной черты вот это вот грань вам нужно перейти об эту грани можете перейти почему потому что у вас есть какие-то страхи то есть то что вы хотите вы это получите при условии от того что вы будете совершать какие-то действия именно над собой не случайно выходит хитрость о которой я говорила что вам нужно пойти новым путем новым способом каким-то может быть более передовым может быть каким-то может быть не совсем объяснимым может быть инновационным но в любом случае вам нужно внутри себя что-то преодолеть вот какую-то внутреннюю грань и за может быть что-то расширить может быть проработать дайте вот здесь вот ощущение вы получите ту свободу и то новое состояние которое вы хотите если вы перешагнете через себя через что-то что это за страхи могут быть но вы боитесь что-то завершить вы боитесь завершить причем завершить какой-то вот очень большой цикл это может быть опять таки это может быть связано с детьми либо это может быть связано с какой-то ценностью себя то есть вам у вас ощущение такое что вы как будто бы не понимаете свою значимость вы не понимаете ценность себя и вот вам говорят как только ты что-то в себе разрешить как будто бы перешагнешь через что-то что тебя сдерживает ты придешь именно к тому что ты хочешь а вам кажется вы наоборот держитесь за эти рамки мне кажется что вот только благодаря этим рамкам я действительно ценный человек но это это обман это иллюзия и вы как будто бы боитесь завершить знаете что вот я что-то завершу неважно это могут быть отношения работа что угодно и тогда я буду чувствовать себя как-то вот одиноким я мне не будет радости вот вы как будто вы держитесь за то что не нужно уже отпустить разрешите завершите поставьте точку причем точка не обязательно физическом плане она может быть вот если вы слушали в начале да то что я говорила вступление она может быть именно на ментальном уровне то есть если это допустим к примеру я пример привожу если это например отношения вы можете уже два-три года не общаться с человеком но вы его все равно прокручиваете в голове его воспоминания то есть голове вы еще не отпустили не важно что физически вы вместе и не взаимодействуете, но в голове он все равно есть. И вот вы как будто бы, знаете, здесь страх, как прокручивается вот этот вот, если я его отпущу, то вместе с ним я как будто бы лишаюсь какой-то части своей жизни. То есть у вас какая-то вот такая вот иллюзия может быть, да? То есть если я это отпущу, я это забуду, а если я забуду, я как будто бы забуду себя. И то есть здесь по факту получается, что вы не человека боитесь отпустить, а вы как будто бы боитесь отпустить себя, что вы себя потеряете, не то, что вы себя приобретете. Понимаете, вот здесь вот какая-то вот такая вот хитрость вашего ума. Что вы проработали? Давайте посмотрим, что вы проработали. Ну вот я же говорю про иллюзии, да? Здесь выпадает личный миф. То есть вы придумывали себе какие-то сценарии. Возможно, здесь опять-таки тема отношений, семей, вы как-то вот, ну, межличностные какие-то отношения между людьми. Может быть, родственники, да? То есть я не вижу, чтобы здесь была какая-то вот профессиональная сфера, да? Здесь больше вот отношения, где есть люди, да? Взаимодействие с людьми, друзьями, там, знакомыми, неважно. И вы придумывали себе, потому что, знаете, здесь как у вас получается, вам не нравилась та реальность, в которой вы проживали, вы придумывали себе какую-то утопию в голове, и вы ее проживали. И вот одна из утопий, как раз-таки может быть то, о чем я говорила ранее, и вы ее боитесь отпустить, потому что, если вы отпустите вот эту вот свою иллюзию, да, свою утопию, вам придется увидеть реальность. Вы ее знаете. Я не говорю, что вы ее не знаете, но она вам неприятна. И потому что, если вы это все отпустите, вам с ней как-то надо будет взаимодействовать с этой реальностью. Вам нужно будет что-то сделать, да? Вы увидите людей такими, какими они есть. И из-за того, что вы боитесь, что они вас ранят, что вам будет больно, Вы придумывали и замечали в них то, что, допустим, только самые лучшие качества. Потому что если бы вы видели, насколько они жесткие, да, например, насколько агрессивные, насколько не уважают вас, вам надо было с этим что-то сделать. То есть, ну, допустим, вам нужно было либо выстраивать границы, либо как-то отсекать этих людей. Но по каким-то вашим причинам вы не могли это сделать, да. Ну, то есть вам сказалось, допустим, если это семья, как я могу не общаться с мамой, к примеру. Это же все-таки мама, с ней надо. То есть вот эти вот дальше идут какие-то другие ваши сценарии, которые вы прорабатывали. Поэтому весь этот год вы работали именно вот над этим. Личный миф и потерянное детство. То есть у многих из вас как раз вот детско-родительские сценарии. Вот как ни крути, ни верти, у меня такое ощущение, что здесь детско-родительские сценарии вы прорабатывали, да. То есть, может быть, рано позарослели. Может быть, вот это вот ваше ощущение какой-то наивности, чистоты, детскости. Просто потому что вы в детстве не позволили себе быть именно ребенком. И вот не то, что вы уже не зрелый человек и не взрослый, а просто иногда, вот как говорится, не наигрался, я хочу сейчас это, да. Это может быть в поведениях. И внешне это может быть не соответствовать вам, потому что вы взрослый человек, взрослая личность. Поступки у вас могут быть детские, но есть причина тому, почему вы так поступаете, да. Почему вы верите, почему вы такие наивные, почему вы такие, я не знаю, добрые там фантазеры, либо что угодно. Вот какие-то детские качества вы проигрывали. Поэтому весь год вы работали именно вот над этим сценарием, да. Например, с чем связано, связано вот это вот ваше потерянное детство, что с детства вам приходилось работать, либо ухаживать как-то за, может быть, с родителями, да, взрослыми, за какими-то, может быть, больными. Кто-то здесь был, братьями, сестрами, какой-то ответственности вы не упражали. Поэтому это, знаете, вы здесь, очень интересно, вы проигрывали весь год свои детско-родительские сценарии через взаимоотношения, через взаимоотношения с мужчиной, с женщиной, в зависимости от того, кто смотрит. Да, вы прорабатывали, как-то, знаете, над каким-то вот предательством, над каким-то нарушением ваших границ, да. То есть то, что вы не прожили с одним из своих родителей в детстве, да, вы это проживали и взаимодействовали как-то со своим партнёром. Ну, то есть противоположный пол, да. Если вы женщина, значит, с мужчиной. Весь год вы работали над этим. Удалось ли вам проработать? Давайте я посмотрю. Ну, трудно вам. И вам эмоционально трудно. По крайней мере, вы нацелены, да. То есть вам сложно определиться, то есть, а куда я дальше пойду. Здесь, понимаете, здесь такой сценарий ключевой у вас проходит. То есть, окей, я готова с этим поработать, а что я получу взамен? А то, что я получу, оно будет лучше, чем у меня было? То есть вам нужны какие-то гарантии. И вот здесь вопрос неуверенности в себе. То есть, допустим, если я и расстанусь, либо я расстался-рассталась, а сейчас, когда я буду один, это так и будет, да. То есть пугает вот это вот одиночество от того, что я не понимаю, кто я есть. Я не знаю, как мне с собой взаимодействовать. Я не знаю свои ценности, я не знаю свою значимость. Я не могу понять свои собственные желания. Что я хочу, почему я хочу. Я с собой не знаком, потому что всю свою жизнь я был направлен на других людей, на внешний мир. И поэтому здесь сказать сто процентов, что вот вы это проработали, я не могу, но по крайней мере есть нацеленность, потому что сложно отпускать. Это вы очень ранимые, очень чувствительные люди, и у вас есть эмоциональные привязанности, да. То есть, если в голове как-то ментально, может быть, вы и отпускаете человека, то вот эта вот привязка, она существует. Хорошо, чему же вы все-таки научились? Чем вы работали, мы посмотрели. Чему же вы все-таки научились? Ну, по крайней мере, вы научились высвечивать свои страхи. Вы их уже определяете. Неважно, понимаете вы их, не понимаете, знаете, не знаете, но вы уже умеете на них смотреть. Вы знаете, вы не то чтобы научились, вы уже где-то надломили, либо треснули вот свой мыльный пузырь, в котором вы находились, да. Вот этот вот пузырь иллюзий, пузырь какой-то иллюзии. Вам это неприятно, да. Но представьте, какой-то вот такой вот шар надувной, либо как мыльный пузырь, да, вот и он где-то вот пальчиком икнули, да, и вот пошли вот эти вот надломы, да. То есть вы уже, это вопрос, ну, есть какая-то готовность, то есть вы уже совершаете какие-то действия осторожно, аккуратно, в любой момент готовы вернуться назад. Да, пускай там было плохо, но мне, по крайней мере, понятно и известно. Вот. Вы еще достаточно насторожены. Чему вы научились? Вы, по крайней мере, научились выходить из общей толпы. Я не могу сказать, что вы туда не вернетесь, но вот это вот ощущение, что как будто бы часть себя вы учитесь. Давайте так скажем, здесь все-таки процесс, и он не завершенный. Вы учитесь принимать себя, вы учитесь быть в одиночестве, в контексте того, что мне хорошо, и я принимаю себя такой уникальной, универсальной личностью, которой я являюсь. То есть, если раньше вы, например, считали себе белой вороной, и вам это было дискомфортно, сейчас, по крайней мере, вы принимаете, что вы белая ворона, и вам уже с этим хорошо. Да, то есть, если раньше было плохо, сейчас вам уже как-то хорошо. То есть, если вас напрягало раньше, что вы как-то были изгой, да, либо на вас смотрели как-то, ваши родственники, близкие не так, как обычно на других людей смотрят, то сейчас вы уже как-то свыклись, и, ну, гавкает собака, слон идёт. Вот как-то вот в таком контексте. Но вот эта вот, знаете, постоянная настороженность, она у вас ещё остаётся. Какое-то, знаете, ожидание подвоха, ожидание того, что, может быть, мне кто-то что-то скажет, меня ранит, но, по крайней мере, из-за того, что есть вот эта вот эмоциональная привязанность и тонкая чувствительность, да, вам этот путь даётся сложнее. Потому что вы чувствуете то, что не чувствуют другие люди, не могут чувствовать. Здесь вопрос не про понимание, а здесь вопрос про ощущение, про состояние. У вас очень тонкая такая душевная структура, и вас очень легко ранить, просто потому что вы можете чувствовать, ну, очень восприимчиво, вот так скажем. И поэтому вам путь даётся чуточку сложнее. Вот если бы вы были, как-то, знаете, ну, более толстокожими, что ли, вам бы этот путь давался легче. Но всё же, чему вы научились за этот год, хочется посмотреть. То вы, по крайней мере, пробовали, старались. Ну вот, выпала карта самообожествление, да, которое говорит о том, что вот вы, по крайней мере, к себе стали относиться иначе. Я не скажу, что вы полностью научились любить себя, потому что вы ещё не можете отстаивать свои границы. Ну, по крайней мере, вам это очень сложно даётся. Допустим, сказать кому-то нет, вы долго будете думать, прежде чем скажете. Скажете. Раньше вы не могли сказать, сейчас вы скажете. но, по крайней мере, здесь вы хоть как-то себе стараетесь объяснить, почему вы, ну, может быть, не то чтобы лучше других, а не хуже, так скажем, да. То есть я не могу сказать, что здесь вот прям самооценка такая, знаете, завышенная. Здесь бы хотя бы дойти до нормы, да, когда я сам себя принимаю. Но, по крайней мере, вы стараетесь. И это позитивно. И это связано со страхами. Вот детство очень сильно на вас влияет. Вы не случайно работаете со своим детством, вот со всеми этими сценариями. Да, вы сделали, я не могу сказать, что вы совершили прорыв, но вы сделали, по крайней мере, несколько шагов вы в этом направлении. То есть, если, допустим, для другого человека нужно было сделать три шага, то вы, может быть, сделали шесть шагов, но они будут приравниваться к одному. Понимаете? Потому что вы очень робкие, вы очень маленькие шажки делаете. Но лучше медленно, мало, но в том нужном направлении, в котором вы идёте. И вы как раз-таки вот раскрываете вот эту вот... Я не то чтобы женскую энергию, а энергию именно пассивности. То есть, когда вы начинаете принимать себя, вы понимаете, в чём ваша сила, да? Когда вы начинаете себя оберегать, когда вы, например, как цветок, да, если, например, росток только проявляется и начинается шторм, либо гроза, да, то как-то можно его укрыть чем-то, да, чтобы на него так сильно не дуло. Если снег падает, тоже как-то вот прикрыть, чтобы, ну, под снегом, под тяжестью это растение не поломалось. Вот вы как-то так к себе очень бережно-бережно относитесь. И вот это вот то, у вас есть это понимание, вы к этому стремитесь, да? Мне карта не показывает конкретно то, чему вы научились. Показывает путь. Вы научились уже отсекать все то, что вам не нужно. Вы уже можете фильтровать людей, можете понимать любую информацию, которая вам нужна, а которая не нужна. Вы уже можете разрешать какие-то ситуации сложные с друзьями, да? То есть вы уже выбираете для себя друзей, по крайней мере. То есть какие-то действия вы уже предприняли. Хорошо. Что еще посмотреть? Какая у вас энергия сейчас? И с чем вы войдете, наверное, в 21 год? Ну сейчас вы закрыты. Сейчас вы, как будто бы зима у вас наступила, холодно, вы закрываете все свои раны от других людей. Вы сейчас закрыты, полностью закрыты от других. Я же говорю, что говорила в самом начале вот этого состояния, да, я не могу сейчас ничего делать. Здесь картинка, говорящая о том, что вы стоите под дождем, ваше тело изранено, кровоточит, вы набросили на себя, на голое тело, пиджак и закрываетесь от дождя, но при этом у вас нету зонтика. Люди проходят, а вы как будто бы скрываете сами себя, а от других людей закрываетесь. Почему? Почему вы так себя ведете? Потому что на данный момент ваша энергия, она не очень-то такая и позитивная, вы нуждаетесь в помощи. Ну, понимаете, не в помощи других людей. Здесь ощущение того, что сами себя спасите. Вы сами себе создаете эти раны, и только вы можете вытащить себя, причем, знаете, не просто себя, а именно своего ребенка. Такое ощущение, что вы как будто вы сами себя раните. А хочется спокойствия, а хочется свободы. Вот вам нужно от чего-то высвободиться. Вот это вот ваше ощущение того, что вы находитесь в каких-то ограничениях, что вы находитесь в каких-то рамках. Это лишь ваше восприятие. Вот вам нужно это изменить. Вам срочно нужно это изменить. Знаете, не хватает какой-то радости, легкости. Включите в себя вот этого вот ребенка, то, что как вы хотели, именно с позитивной точки зрения, как ребенок действует. Включите в себя любопытство, включите в себя вот этот вот интерес к жизни. Потому что на данный момент ваше состояние, оно не из лучших. И для того, чтобы войти в 21-й год, вам нужно что-то в себе поменять, какой-то свой настрой. В каком состоянии вы входите в 21-й год? В надеждах. Ну, слава тебе, Господи, хоть что-то надеетесь. Надеетесь на какие-то перемены. Надеетесь на... Причем перемены какие-то медленные, плавные, когда вы сможете все выровнять, когда вы сможете все сгармонизировать, когда вы войдете в нужное вот это вот состояние психическое, эмоциональное, в состояние вашей души, когда вы наконец-таки пойдете за своей путеводной звездой в построение чего-то нового, чего-то лучшего. Когда вот вы наконец-таки свои страхи преодолеете. Когда вы обнулитесь. Но для этого вам нужно вот сейчас такое ощущение, знаете, что вот какие-то вот последние моменты, последние штрихи 20-го года вы завершаете. То есть, если вам нужно упасть на дно, и вы чувствуете, что вы уже на дне, вам нужно будет оттолкнуться и всплыть на поверхность. То есть, если сейчас вы находитесь в какой-то скорби, в каких-то разочарованиях, боли, просто проживите, это нужно. Не бегите от этого состояния. Пускай вам будет больно, вот прям побудьте столько, сколько возможно, и после этого отпустите, идите дальше, и больше никогда не возвращайтесь. Причина ваша заключается в том, что вы приостанавливаете этот процесс. Знаете, вот болезнь идет, она должна дойти до самого пика. То есть, пока не пройдут три дня, вот этот вот пик любой болезни, любой простуды, нет смысла сбивать температуру. Почему? Потому что болезнь, она должна совершить свой цикл. Если вы ранее прекратите, да, вы сбросите болезнь, но у организма нету, не вырабатывается внутренний, естественный вот этот вот иммунитет к той или иной болезни, потому что для того, чтобы какие-то, допустим, микробы убить в своем организме, они двумя путями убиваются. Первый, это при сгорании, при высокой температуре от 42 градусов, что не есть полезное для организма человека, потому что могут потом судороги наступать, именно поэтому где-то после 40 уже мы жаропонижающие принимаем, то есть мы помогаем. Это один момент, когда доходит до такой высокой температуры, но, к сожалению, вот только так они умирают. И второе, когда вы поднимаете свою частоту, частоту своей энергетики, когда вы вибрируете намного выше той скорости, допустим, либо той среды существования, где существуют микробы. То есть либо вы внутри с собой работаете со своим настроением, со своей энергетикой, со своим позитивом, созидательно мыслите, видите самое хорошее. То есть либо вы работаете со своим характером, либо вы передаете ответственность в руки своего организма, чтобы он сам боролся. То есть температура это та же самая внутренняя борьба на выживание кто кого убьет, либо организм микробы, либо микробы организм. То есть здесь вот либо так, либо так. но вам нужно даже понимаете, вам нужно дойти до этого пика для того, чтобы он больше не повторялся. А вы его видимо от того, что больно прерываете. То есть по сути получается вы и урок не проходите и в этом состоянии постоянно находитесь. Для того, чтобы пришло у вас обнуление. А оно у вас придет и с ним вы пойдете в 21 год, когда у вас будет вы будете стоять перед выбором, как вам дальше идти и будете здесь закрываться. Но здесь такой процесс, не хочется оставлять вас в таком состоянии, но сейчас как будто вы в 21 год перенесете вот это ваше внутреннее состояние. Будет ли оно продолжаться дальше, не знаю. Вы знаете как шаг вперед два назад, шаг вперед два назад. Это ваша структура, вашего такого характера, ваша природа может быть. Здесь не то, что надо это ломать, а здесь вам нужно просто понять, как вы устроены, как вы работаете, то есть отследить вот эти этапы и более снисходительно к ним относиться, не реагировать так эмоционально, потому что жизнь циклична и у вас есть свои циклы, только вы можете понимать, как вы решаете те или иные задачи. Да, вот здесь вот входите в 21 год сложностями, трудностями, очень сильно себя критикуете, может быть боитесь, что другие люди будут вас критиковать, осуждать, то есть мнение других людей для вас важно, потому что вы себя не ставите как, ну вы знаете, на первое место как авторитет, когда есть вокруг вас люди, которые по рангу выше вас, потому что вы так считаете, они будут для вас авторитетом, и вы будете прислушиваться к их мнению, и все, чтобы вы не решали, если вы будете жить с оглядкой на их мнение, вы никогда не найдете свой путь, и вот вам нужно это понять, то есть вам нужно либо этих людей как-то вот обесценить, по крайней мере в своей голове, не продавать им такой значимости, не продавать им такой важности, потому что вы откачиваете свою энергию, поэтому вам не хватает для себя, а почему вы им отдаете, потому что у вас нету целей, и ваш организм вас охраняет, и говорит, если у тебя нету какой-то конкретной цели на реализацию что-то, а энергия в тебе есть, потенциал есть, чтобы он тебя не разрушил, давай мы позовем товарища вампиров, и так далее, других людей, какие-то цели и идти, не обращать внимания на то, что вас будет окружать, то, что вас будет сбивать с толку, идите к своей цели конкретной, да, конечно, есть у вас детская мечта, есть у вас детская цель, но вы к ней пока не идете, вы играете, вообще ваше восприятие жизни, какое-то такое играющее, у вас нету опоры, у вас нету поддержки, вам нужно понять, что в этом мире с одной стороны, мы приходим одни, уходим одни, а с другой стороны, у нас есть единение с природой, пускай у нас не будет единения с людьми, мы не всегда сможем почувствовать, но единение с природой и тем миром, который вокруг нас и существует, и если вы придете к этому, вы так сказать, вы получите намного большую опору, если чем вы хотите опираться на других людей, чтобы вас кто-то поддержал, когда вы опираетесь на природу, на элементы, из которых создана вот эта вся природа, на огонь, на воздух, понимаете, как это, как вы можете взаимодействовать, когда вы понимаете, что если мне грустно, я могу прогуляться, я могу отдать свои негативные мысли, если я нахожусь в лесу, либо в каком-то парке, где много деревьев, и после этой прогулки я чувствую себя легче, когда вы понимаете эти процессы, легче не потому, что я прогулялся и занялся физической нагрузкой, нет, а потому, что вы отдали эту энергию негатива через воздух, тот кислород, который мы, тот процесс, дыхание, который у нас происходит, то есть мы берем кислород, отдаем углекислый гад, и вот через этот процесс мы отдаем и свои негативные мысли, то есть когда вы научитесь понимать, что на самом деле есть природа, которая нас окружает, что есть этот мир, вот на это направьте свои знания, когда вы научитесь взаимодействовать со всем этим, тогда вам уже не нужна будет опора на других людей, тогда вы будете больше опираться на самих себя, потому что понимая мир, который нас окружает, вы понимаете больше себя, потому что мы есть отражение этого мира, мы все едины когда мне кто-то в каком-то раскладе с ваша как понять вот это единство понимаете дело в том что я могу вам рассказать свою версию но если вы не готовы принять ее ваших глазах и ваших ушах она будет звучать как бред и поэтому я всегда в комментариях пишу и говорю ищите свой способ не потому что я не могу поделиться а он вам не подойдет у каждого свой способ и вот когда у вас есть это намерение до желание я хочу понять мир будет с вами разговаривать он даст вам те знания которые нужны именно вам подходят я же не знаю что подходит вам поэтому вот это вот единение понимание природы возможно вы найдете через какие-то книги через какую-то информацию если поставите себе намерение если поставить себе задачу хочу понять себя хочу разобраться потому что вам важна эта поддержка вам важна эта опора и ключевое здесь все это связано с чего всего все это начиналось как разки то что говорит детско-родительского сценария и здесь как правило мне кажется взаимоотношения с отцом вопрос авторитетов он он у вас очень важен прорабатывайте читайте литературу до касательно архетипов юнга почитать я не могу вам рекомендовать что вам читать потому что это будет какая-то знаете не совсем правильная позиция ищите а чтобы найти что-то надо слушать себя то есть вы смотрите какую-то информацию до допустим в интернете и вы чувствуете есть отклик внутри внутри там где солнечное сплетение я понимаю что это мое вот этот ваша информация потому что я могу вам сказать вы почитаете вам это будет чуждо непонятно это не ваш язык это не вы выбрали а просто вам кто-то порекомендовал а важен ваш путь и это есть ценность потому что именно через поиск себя то как вы себя узнаете как вы понимаете почему я так думаю почему я так себя веду это становится ценно вы обретаете ценность себя то есть понимание себя любовь к себе она не приучаются вы не сможете пойти на какой-то курс и вот вам привьют и скажу что вот так вот это вот сделай и ты будешь ценить любить себя это чушь полная поверьте потому что нету другого человека который бы знал вас лучше чем вы сами нету а каждый человек он настолько уникален и нету каких-то общих моделей которые бы говорили вот это вот пройди сходи на этот курс и ты научишься любить себя нет это ваша задача понимаете иногда когда спрашивают какой у меня там кармический урок вот это вот вот есть ваш урок научиться понять себя вот такое вот отступление было но видимо она нужна для понимания кому-то из вас так вторая позиция и мы с вами переходим к позиции номер 3 голубенькому камешку и посмотрим какой у вас был урок так урок иерофанта и дьявола прекрасненько что мы здесь проходили тройки 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 не то чтобы сказать знаете вот я не скажу что кто-то здесь умнее либо кто-то какая-то там позиция глупее это разные этапы причем они несравнимые между собой это не то что это черный цвет на и его там разновидно серые или еще что-то а это абсолютно разные цвета это например желтый и там я знаю фиолетовый здесь сравнивать не ну не получается но в третьей позиции достаточно такие зрелые души давайте я так скажу почему потому что проходить урок дьявола и проходить урок иерофанта это такая достаточно серьезная смесь тем более порог иерофанта это то есть перевернутая иерофант это и есть прямой дьявол а вот что чему вы здесь научились блин здесь столько много уроков во-первых урок по иерофанту это умение слышать чужую точку зрения я не буду сейчас говорить вы научились это или нет это вы поймете я просто озвучу некоторые из уроков а вы уже сами посмотрите да были они у вас или нет по иерофанту это умение слышать и слушать чужую точку зрения почему потому что иерофант это тот человек который на самом деле копает глубоко то человек у которого есть знания они не по верхностной человек который очень многое понимает то есть стать наставником может только тот человек у которого есть глубокий опыт человек который прошел многое которое узнал многое и человеку который имеет напрямую связь с высшими силами да давайте скажем с небесами неважно его задача как раз таки перенимать вот эту вот информацию с небес и переносить на простой понятный язык людям то есть передавать и иногда для того чтобы стать иерофантом чтобы стать главой так скажем какой-то возможно религиозной конвенции до чисто в теории не может стать случайный человек то есть папа римский к примеру это не случайный человек его не просто так выбирают этот человек предполагается что во первых он становится авторитетом он уже является авторитетом для многих других людей а с другой стороны это человек знающий этот человек ведущий поэтому если перевести на наш понятный да язык для того чтобы стать иерофантом это человек который с одной стороны он перенимает историю и традицию то есть хорошо разбирается в прошлом да может быть людей может быть какой-то нации да может быть разбирается вообще в истории не обязательно как как примет до истории а именно как прошлое человек который в этом разбирается который может работать допустим с родом человек у которого очень много глубоких знаний человек который готов пожертвовать собой для того чтобы получить какой-то некий опыт чтобы его передать ярофанту очень важно чтобы вы слушали чтобы у него были ученики когда его не понимают для него это очень как-то знаете вот болезненно когда потому что много знаний и надо чтобы были люди которые прислушивались и люди которые за ним шли да но здесь это лидер они это сказать не в профессии а именно в каких-то знаниях да каких-то может быть сакральных мистических знаний и когда мы говорим про урок если спуститься еще ниже просто иерофант это не простой архетипический образ это образ человека который перенимает божественные силы божественные знания и передает их людям через милосердие через понимание через принятие который соответствует каким-то вот божественным именно законам который ведет себя конечно же мы говорим что это религиозный может быть человек либо человек верующий человек который ищет истину то есть вот такие вот глубокие философские возможно вопросы они у вас всплывали в течение этого года да кто-то очень много может быть размышлял да кто-то был наставником для кого-то либо искал для себя наставника но здесь вот поиск он присутствовал а может быть кто-то здесь пробовал какие-то практики такие знаете которые способствуют именно не то чтобы просветлению потому что это такая особое состояние я бы сказала искал контакт может быть кто-то здесь искал контакт со своим со своей душой со своей силой со своими каким-то более высшими аспектами но однозначно связь с небесами здесь присутствовала и она может выражаться по-разному с другой стороны урок который у нас здесь присутствует это урок по дьяволу дьявол это есть основа всего материального мира поэтому урок здесь по дьяволу может быть как гедонизм полное наслаждение удовольствие принятие причем если это идет в купе с иерофантом очень такие интересные проверки да например кто-то может не принимать свою сексуальную сторону да и сталкивался именно с убеждением когда который перенял может быть от своего предыдущего поколения до том что секс это грязно и там женщина не может получать удовольствие и так далее там разные всевозможные предубеждения и он с этим сталкивался одно внутри себя понимал что у меня есть влечение у меня есть желание независимо от того сколько мне лет я живой человек я живое существо я имею право на чувствование то есть чувствование сексуальное это не значит только секс да только сайте это сексуальная энергия она намного другого порядка да это другое осознание здесь также может проходить уроки непосредственно связанные с тем что мы запрещаем себе что-либо либо наоборот разрешаем да там я не знаю например привычки связаны как-то с питанием кто-то может быть здесь проходил какие-то уроки кто-то хотел похудеть и вот постоянная вот эта вот борьба да например там со сладким например кто-то переходил до буду я есть мясо или я стану веганом здесь очень много вопросов которые вы прорабатывали то есть дьявол он везде он может быть и финансах находиться может быть привычка может проходить кстати у людей которые на уровне интеллекта когда мы сами себя обманываем когда мы даем как себе слова и не выполняем да когда происходят всевозможные обманы и неправильное поведение либо по отношению к вам либо вы по отношению к другому человеку либо вы по отношению к себе самим то есть здесь по дьяволу могут проходить разные уроки но суть их заключается в том что в купе опять-таки серафанта почему я сказал это древние души должно прийти именно понимание и вы искали информацию о том как я смогу стать человеком разумным как я смогу возвыситься над своими какими-то животными инстинктами да как я смогу управлять именно я управляю они инстинкты управляют мной то есть вот здесь вот такая достаточно как бы сказать философский взгляд жизни был я я понимаю что если вы смотрите смотрят люди которые не имеют вообще к этому никакого отношения и вам кажется что ну вот непонятно это не моё вам просто нужно перезагадать позицию потому что здесь действительно очень такие серьезные глубокие духовные уроки уроки проходят люди которые зрелые зрелые и не обязательно по возрасту а именно по психическому своему состоянию даже люди которые хотят по крайней мере преодолеть какие-то свои фобии люди которые понимают что мы созданы для чего-то большего да что если выбирать идти на поводу своих желаний инстинктов либо как-то себя контролировать то я буду контролировать то есть если выбирать какие-то свои привычки привязки здесь люди которые с этим работали да люди которые высвечивали свои теневые аспекты люди которые понимали у нас иерофант и дьявол люди которые понимали свои по иерофанту добродетели и понимали по дьяволу свои пороки то есть свои теневые какие-то аспекты и рядом у нас выходит паш мечей говорящие о том что это человек который ищет информацию человек который хотел понять хотела разобраться на более бытовом уровне мы скорее всего здесь шла работа именно со своим характером конкретным именно с теневыми аспектами возможно очень много расклада смотрели про понимание своих теневых аспектов здесь было весь год вы работали а с тем чтобы выйти из какого-то знаете фантазийного своего мира иллюзорного именно выйти из мира по эрофанту когда вам нравилось больше находиться в каких-то медитативных таких состояниях и у вас возможно был какой-то некий дисбаланс конфликт то есть чем не заниматься какими-то духовными практиками либо все-таки вернуться в мир материи и вот было вот это вот непонимание какой мне путь взять вот этот либо вот это где есть материя а что есть духовность и в конечном итоге ваш урок был понять что материя она есть а дух утворенная то есть если вы ищете в дух он есть в материи это в духе нет материи вот и в 10 вот это вот понимание когда вы уходили в какие-то иллюзии вы уходили в какой-то перекос но это был ваш путь и вышли в нечто новое во что новое вышли ну вы шли в то что вы каким-то образом старались ограничить себя от воевать как-то для себя победу знаете как-то вот исцелиться набраться какого-то терпения то есть вы по сути закрывались от какой-то внешней коммуникации с другими людьми для того чтобы пройти вот этот вот опыт пересмотреть вот как-то вот свои взгляды до посмотреть на жизнь иначе здесь вот ваш духовный урок здесь именно духовный урок да вот весь год он был как-то напрямую косвенно связан именно с духовным уроком если выпадает великие арканы о том что горящее о том что вам нужно было пройти это да вот например понимание да что есть для вас жертва для чего вы жертвуете если это например в контексте вашего мировоззрения да почему она у вас вообще было таким да вам нужно было в какой-то момент может быть пожертвовать возможно у вас пришло вот это вот осознание что то как вы жили раньше она у вас не работает осуждение которые были раньше они были не ваши они были чужды и вам нужно было с этим что-то сделать если изменить их то на создать что-то новое более рабочие вот и бы были нацелены именно на то чтобы чувствовать себя чтобы понимать себя чтобы узнавать себя через других людей для чего что в конечном итоге найти какую-то опору какую-то стабильность внутри себя и вот вас весь год из этой опоры постоянно из этой стабильности выбрасывала почему потому что там где есть стабильность где есть статика нету движения а вам нужно было это движение вам нужно было это познание а вы периодически возвращались к некой такой стабильности хорошо какие уроки вы прорабатывали тяжелая работа и страх ну то есть вот я же говорю с темными аспектами то что мы говорили по дьяволу да то есть вы работали со своими страхом то вы очень глубоко погружались в себя если они какие-то такие поверхностные общеизвестные страхи а возможно именно в процессе анализа своего мировоззрения вы сталкивались а почему я смотрю именно на вещи вот таким образом да почему не иначе почему я не иду по своему допустим предназначению не совершаете действия как которые хочу потому что я боюсь а почему да в чем причина то есть вы очень много работали своими страхами и в понимании что нет именно вот это вот ваша жертвенность она прорабатывалась через понимание тяжелой работы что жизнь это вот какая-то тяжелая работа над постоянно чем-то жертвовать и надо постоянно как-то вкладывать то есть вот это вот знаете как будто будет вы несете какой-то крест у вас было такое понимание что вот ваша жизнь сложная потому что вы как будто бы знаете здесь какая иллюзия проходит что вы как будто бы избраны и поэтому вы мучаетесь то есть вы даже не понимали что это вот ваш сценарий да что это вы его выбрали на постоянно мучиться потому что вы так привыкли есть другие сценарии но почему-то они вам вы их не выбирать вы сегодня выбираете познание себя через радость каким-то другим способом а вот это именно понимание что жизнь это сизов труд ты идешь что очень много вкалываешь ты очень много работаешь преодолеваешь какие-то трудности потому что именно через этот путь вы себя уважаете то есть вы преодолеваете трудностью потому что вас есть возможности и вот через эти трудности вы растете именно поэтому в этот сценарий для себя выбрали и вы с этим прорабатывались прорабатывали до выпадает карта пулта плут то есть обман на вот это вот ваш внутренний обман что вы какой-то там избранный духовный наставник на самом деле это не не так и вот вы брали на себя какой-то больше ответственность чем вы могли унести что ли это вызывало у вас дикий стресс кстати у тройка мне первый раз страх и стресс уже выпадал каких-то других раскладах это вот то с чем вы работали весь этот год познаваем у вас были какие-то искушения иногда с вами играли ваши демоны да с тем какое значение вы придавали я такой нехороший человек как-то вот серьезность к серьезности тяжесть вот идет по этой позиции энергетическая где-то вы даже и заигрывались хорошо чему вы научились за этот год знаете вот какой-то легкостью хочется сказать что в конце концов и пришли к тому что есть другой путь есть другой путь более легкий более доступный как-то знаете с большим удовольствием где вы можете реализовывать когда вы можете легко менять можете отпускать не привязываться к чему-то да то То есть что-то завершилось, окей, завершил, что теперь поделаешь. То есть не привязываться к чему-то, более легче относиться к жизни, проще что ли. Более так непосредственное понимание того, что жизнь – игра, и только когда ты получаешь удовольствие от игры, все имеет смысл именно тот, который ты вкладываешь. То есть жизнь, она по факту бессмысленная, и только вы ее наполняете смыслом. Жизнь – это некая форма. Чем вы ее наполните – это уже ваше собственное субъективное видение. И здесь получается так, что вы научились вот этой, знаете, радости и пониманию, что есть какая-то цикличность, есть разные этапы, и на каждом этапе есть как-то вот свой кайф, что ли. То есть пока ты ребенок, ты рад, что ты беззаботный, вот там есть своя прелесть. Дальше, когда ты созреваешь, там есть какие-то свои прелести в юношестве, в молодости, в зрелости, в старости, каждый этап. Здесь вот просто такое ощущение, что вот ваша жизнь, она проходит, прошла в этом году как кино. И вы как будто бы увидели вот эту вот последовательность, как человек рождается, вот весь путь эволюции. И вы это как-то вот переосмыслили. Ну, начали вы работать с детских травм. Начали вы с понимания того, что то, что разрушилось, уже не склеить. То, что уже пришло к концу, уже нужно отпустить. Я же говорю, здесь у вас пришло вот это вот понимание не привязываться. Не прошлое прошло. Вот как-то вот при себе в голове это очень четко увидели. Да, вы научились оставлять позади то, что уже отжило. Либо вы работали над этим. Не идти вперед, не оглядываясь назад. То есть если, знаете, вот завершили отношения, сказали человеку, все, я ушла. Не надо об этом больше вспоминать. Не надо надеяться на то, что он, блин, а вдруг он позвонит, и я к нему вернусь. Ты либо уходишь, либо не уходишь. Ушел, иди дальше. Не хочешь уходить, не надо говорить человеку, что я уйду. То есть вот эти вот манипуляции, они никому не нужны. Весь год у вас такое было, вот это вот. Уроки про это были. Женские вот эти вот уроки, какой-то, знаете, женской энергии более гибкой. То есть не быть, как Ерофан, таким человеком, каким-то сухим, правильным, с двойными какими-то стандартами, а именно быть такой, знаете, более мягкой, более принимающей, более посредственной. Ну здесь люди, которые занимались медитациями, да, то есть как-то вы узнавали себя. Я говорю, здесь была связь с высшими силами. Я не знаю, у каждого она своя, просто здесь карта так называется, медитация. Но в любом случае вы старались находить ответы на более высших уровнях, да. То есть вам недостаточно было работать на том уровне материальном, на котором вы находились. Здесь кто-то, может быть, сталкивался с завистью, да, когда вам завидовали. Карты, они толстые, и я не пойму, здесь одна или две. И говорю здесь, у кого-то мир рушился, провал ожиданий и непривязанность. Вот я говорила непривязанность. Вот весь год вы работали с этим, да, то есть убирали свои ожидания, отрезали всевозможные привязанности, да, как-то... Вот мне кажется, все-таки не то, чтобы люди вам завидовали, а была у вас какая-то зависть, но не по отношению, знаете, к каким-то другим людям, либо их достижениям, а вот какая-то зависть как мотивация. Вот и я так хочу, да. Когда вы видели какие-то идеи, и вам нравилось, и вот вы себе представляли, что вот я хочу быть вот таким человеком, да. И вот вы как будто бы завидовали сами себе через создание вот этого какого-то образа, да, к чему вы стремились. Вот здесь еще и такое. Хорошо, с чем вы войдете в 2021 год? Давайте посмотрим. Знаете, здесь вот как будто бы отрезание чего-то, чего для вас, что для вас было так дорого и любимо. Высвобождение. Здесь идет высвобождение. Это может быть сила, это может быть энергия. Как будто бы вы позволили, отпустили. Вот здесь идет отпускание. Причем если у кого-то было отношение, вот вы периодически как-то подглядывали друг за другом, да. Ну расстались, а все равно подсматривали, что как у этого человека. Ну здесь вот в конечном итоге вы как будто бы это все отпускаете. Здесь, если это не человек, а какая-то ситуация, то вы входите в новый 2021 год именно вот в такой энергии, да, того, что вы отпустили. Здесь идет новый шанс, да, и прямо вот вступает даже сама судьба, которая даст вам возможность как-то добиться результатов, новых результатов, которые бы вы хотели. Именно связаны, знаете, как-то вот с изобилием ситуации, которая связана именно с построением чего-то такого основательного, добротного, да, с получением удовольствия, наслаждения. Да, вы входите в новый год именно с переменами, с переменами. Если кто-то ждал, конечно же, новых отношений, то новые отношения у вас будут в 2021 году. Если это не отношения, то это, знаете, вот какое-то... Вы как будто бы что-то измените, да, либо входите в каком-то... Либо характер как-то изменили. Ну, в общем, что-то вы поменяли в своей жизни. И вот в 2021 году у вас будет укрепление вот этих вот границ, как-то утверждение того, чего вы добились. Вот то, что вы изменили, укрепление этого будет в 2021 год. Ну, последняя карта, да. Укрепление каких-то своих идей, то, что вы хотели, то, над чем вы работали, что вы старались. Вот это прям закрепиться, оно не уйдет. Оно вот как-то, знаете, вот на постоянной основе как-то вот выстроится, да. Вот так. Вот такая у нас была. И что там написано? Не вижу. Третья позиция. Жду вашей обратной связи. Приглашаю вас сегодня на прямой эфир на канале YouTube. Да, на моем канале в 2021 по Москве. Запись будет, конечно же, потому что делает YouTube автоматически. Вот. Кто не посмотрел в начале, я говорила о том, что в начале каждого расклада, после приветствия у меня в верхнем правом углу выходят подсказки на новый расклад. Посмотрите, какие энергии в 2020 году вас ожидали. Вот. И сравните с тем, что у вас было в этом году, насколько откликалось, насколько совпало, да, как люди любят говорить, либо не совпало. Вот. Можете написать там комментарий, я вам буду благодарна, признательна. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.